Глава Blockfire Саймон Дэддикс прогнозировал, что биткоин вырастет до 150 тысяч долларов, а эфириум до сумасшедших 9 тысяч. Но возможен ли такой огромный рост для эфириума? И самое главное, сможете ли вы все еще стать миллионером, инвестируя в эфириум? Давайте выясним. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск на моем канале. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что именно под конец будет самый главный вывод, ради которого и делалось это видео. А также не забудьте поставить лайк, прошлое видео набрало 2000, и я обязательно сделаю то самое интервью, которое обещал вам за это. Огромное спасибо за поддержку. В 2017 году, благодаря криптовалюте и эфириум, многие люди сказочно разбогатели. Но может ли молния ударить в одно и то же место дважды? Эфириум это один из самых известных и зарекомендовавших себя проектов в криптовалютном мире. Впереди него только биткоин. Но исчезла ли возможность заработать на инвестициях в эфириум? Я верю, что ответ категорически нет. Эфириум называют цифровым программируемым долларом, а значит многие проекты могут пользоваться им. Например, DeFi, децентрализованные финансы. Это одна из тех вещей, которые изменят этот мир. И инвестиции в эфириум сейчас могут быть действительно солидным накопительным планом на пенсию. Давайте разберемся в том, что такое DeFi. Это не просто модное словечко. DeFi это сервисы, перенесенные из обычного финансового мира на децентрализованные площадки без посредников. И без необходимости кому-либо доверять, как это принято в традиционных финансовых сервисах. Мы не можем точно предсказать, как высоко может вырасти эфириум в следующем новом булране. Хотя математически я мог бы и подсчитать. Но мы можем с уверенностью сказать, что вырасти он сможет даже благодаря лишь одним децентрализованным финансам. Децентрализованные финансы включают в себя различные индустрии, токенизированные на блокчейне. Это может быть даже недвижимость. А также торговля, кредитование, инвестиции, управление капиталом, платежи и страхование на блокчейне. Стать частью этого может любой желающий. Достаточно иметь смартфон и интернет. Основой всей индустрии DeFi являются децентрализованные приложения. Или же DAP'ы, каких называют криптоэнтузиасты. Запуск DAP'ов на блокчейне обеспечивает одноранговую, децентрализованную и равноправную сеть. При этом каждое децентрализованное приложение может комбинироваться с другим, как конструктор LEGO. В качестве соединителя приложений выступают смарт-контракты, как ключи API в традиционных системах. Смарт-контракты – это программы, работающие на блокчейне, которые автоматически выполняются при наличии заданных условий. Эти условия запрограммированы в самом контракте. Смарт-контракты предоставляют разработчикам больше свободы, чем просто перевод криптовалюты из одного кошелька в другой. Этими отличаются Ethereum и Bitcoin. Звучит сложно, но я приведу пример. Вы снимаете квартиру у ее владельца. Смарт-контракт может автоматически передавать определенное количество криптовалюты владельцу каждый месяц в качестве оплаты за ваше проживание. Теперь, когда мы разобрались, что такое DAP и смарт-контракты, я хочу показать вам интересную инфографику. Как мы видим, сегодня почти все проекты децентрализованных финансов построены на Ethereum, что автоматически делает блокчейн Ethereum стандартным для большинства уже существующих приложений и для приложений, которые планируются в будущем. Основываясь на данных сайта DeFiPrime.com, 200 децентрализованных приложений работает на блокчейне Ethereum. Это означает, что теперь DeFi проекты занимают существенную часть в росте экосистемы Ethereum. Не стоит забывать, что индикатором роста сектора DeFi также считается и количество эфиров, которые находятся в активных смарт-контрактах. Мы видим, что более 3 миллионов эфиров сейчас находятся в смарт-контрактах. Это 2,85% от всех доступных эфиров, или же 744 миллиона долларов. Топ-3 DeFi приложений на эфириуме это Maker, Synthetix и Compound. Причем, Maker занимает 48% всего рынка, что делает его доминирующим среди всех остальных главных приложений. Так в чем же выгода пользования DeFi? DeFi построен поверх блокчейна. В основном блокчейн считается основным слоем архитектуры любого проекта, поэтому DeFi это как бы второй слой поверх основного. Фотошоперы, скорее всего, поймут это лучше остальных. Такое устройство позволяет DeFi пользоваться всеми выгодами блокчейна, если сам блокчейн децентрализован. А это следующие пункты. Первое. Настоящая децентрализация и цензура устойчивость. Второе. Равноправие всех участников по всему миру, независимо от социального статуса. Третье. Быстрые и недорогие транзакции и расчеты. Четвертое. Неизменность и автоматизация финансовых контрактов. Пятое. Пользователь полностью контролирует свои деньги без третьей стороны типа банка. И шестое. Прозрачность и минимальные риски. Итак, остается последний вопрос. А что же отличает DeFi от традиционных банковских сервисов или партнеров с Уолл-стрит? Во-первых, они не управляются институционалами или их наемниками. Вместо этого все правила прописаны в смарт-контракте, как я и говорил раньше. После доставки в блокчейн, приложения DeFi работают практически без вмешательства человека. Хотя, конечно, в реальности разработчики часто поддерживают свои дапы, например, обновлениями или исправлениями ошибок. Во-вторых, код DeFi абсолютно прозрачен для каждого, кто хочет его прочесть. Вся активность транзакций также находится на виду, однако она полностью анонимна. В-третьих, дапы создавались как сервисы, доступные по всему миру каждому, у кого есть смартфон и интернет. Конечно, местные власти вполне могут запретить этот доступ, например, отключив интернет, но тем не менее. В-четвертых, ни у кого не нужно просить разрешения на создание и участие в индустрии децентрализованных приложений. Вы можете все сделать прямо в своем криптокошельке на телефоне. И последние два отличия. Вы сами можете переделать интерфейс под себя, либо же создать нечто совершенно новое, комбинируя другие существующие дапы, будто играя в конструктор. Например, можно создавать стейблкоины, децентрализованные биржи и так далее, а потом комбинировать их, чтобы сформировать совершенно новые продукты. Теперь, когда мы полностью разжевали рынок DeFi, а я б чуть не задохнулся, задумаемся, что еще может заставить эфириум вырасти. Как насчет эфириум 2.0, которому сделали трейлер еще несколько лет назад. Переход с консенсуса доказательства работы на доказательство владения доли возможно то, что нужно, чтобы вторая по капитализации криптовалюта выросла в цене. Консенсус доказательства владения доли, или POS, позволит холдерам эфириума заниматься стейкингом. Простыми словами, холдеры эфира получат пассивный доход. Для этого нужно иметь кошелек и некоторое количество эфиров, замороженных в нем. И это потрясающая вещь для будущего цены эфириума. Это, кстати, тот самый вывод, о котором я говорил в начале видео. Потому что и DeFi, и стейкинг – это замороженные эфириумы. В случае с DeFi в смарт-контрактах, в случае стейкинга в кошельках. Это значит, что эти замороженные эфириумы не будут торговаться на биржах. Теоретически это может привести к дефициту эфира, понимаете о чем я? А это означает, что если спрос остается на прежнем уровне, либо вообще увеличивается, то цена эфира будет расти. Внедрение эфириум 2.0 планируется начать уже с лета 2020 года. Но, скорее всего, придется подождать еще год или два, пока все три фазы, о которых говорил Виталик Бутерин, будут завершены. Если вам интересно, о каких фазах идет речь, ссылка на это видео будет в описании, и вы сможете все услышать своими ушами. И хотя Виталик обещал внедрение уже с июня, его все равно могут снова перенести. В недавнем интервью один из разработчиков эфириума сообщил, что стейкинг эфира может быть запущен в июле 2020. Виталик Бутерин сначала подтвердил эти слова, но потом оправдался, что неправильно услышал вопрос, и он не может гарантировать, что этим летом эфир увидит долгожданный стейкинг. Поэтому лично я ожидаю, что запуск еще отложится. Однако, несмотря на то, что его до сих пор множество раз откладывали, исходя из отчета Arcan Research, количество кошельков с 32 эфириумами, а именно столько нужно монет для начала стейкинга, увеличилось на 13% за год, а количество запросов эфириум 2.0 в гугле выросло в 6 раз с марта этого года. Конечно же, для участия в стейкинге, кроме 32 эфиров, валидаторам понадобится и нода. Но не бойтесь, вам не придется покупать специальное оборудование, все можно сделать с помощью ноутбука или компьютера. Однако учтите, что вам придется находиться в онлайне постоянно, иначе вы получите штрафы. Доходность стейкинга эфириума ожидается в районе от 4 до 10%. В своей статье Ошо Джа инвестор в государственные частные рынки сказал следующее. Эфириум 2.0 заставит криптовалюту стать функциональным средством сбережения. Существует ежегодный фиксированный выпуск новых эфиров. С ростом денежной массы этот фиксированный выпуск становится все меньшей долей от всей денежной массы. Как и халвинг биткоина, эфириум время от времени уменьшает награду майнерам за блок. Учитывая это и предстоящий переход эфириума на механизм стейкинга, ожидается уменьшение его инфляции до уровня от 0,5 до 2%, что поставит эфир в один ряд с биткоином и золотом с точки зрения инфляции денежного предложения. Также он подчеркнул следующее. Я рассматриваю эфириум как фиат противовес биткоину золоту. Несмотря на негативное отношение крипто сообщества к фиатным валютам, они не настолько плохи. Главным преимуществом неограниченного денежного предложения фиатных валют является гибкость в изменении этого предложения во время различных экономических ситуаций. Центральные банки гипертрофировали эту гибкость, поэтому пока предложение эфириума не ограничено, его долгосрочная инфляция может болтаться где-то между фиксированным предложением и неограниченным печатанием денег. Итак, ребята, кроме DeFi и стейкинга, эфириум имеет множество партнерств в индустрии. Соединение всех этих участников носит название Альянс Эфириум. Он насчитывает более сотни компаний, которые заинтересованы, чтобы развитие эфириума происходило как можно быстрее. Как видите, масштабы, в которых работает эфир, невероятно огромны. Честно говоря, было время в 2018 и 2019, когда казалось, что эфириум сильно деградирует и уступит свое место конкурентам. Такие конкуренты, как Tron и EOS впечатляли, и я думал, что они откусят от эфира огромный кусок пирога, отобрав часть его капитализации. Но 2020 год доказывает, что этим конкурентам нужно сделать куда больше, чтобы тягаться с эфиром. Потому что на данный момент эфириум бежит по дорожке куда быстрее, и я не уверен, что кто-то вообще сможет его догнать. Эфириум по праву можно назвать одной из лучших инвестиций десятилетия, которая принесла своим первым инвесторам 17900% дохода. На первом месте, конечно же, биткоин. Но я не думаю, что это конец, и мы уже опоздали на поезд. Нет, мы все еще не опоздали на поезд. Эфир породит еще множество миллионеров, я в этом уверен. А теперь ваша очередь, как вы относитесь к эфиру? Верите ли вы, что он вырастет, и если да, то до каких отметок? Вы свободны в своих прогнозах в комментариях под этим видео. А меня зовут Богатейший Ди, не забудьте поставить лайк, давайте наберем 2000 лайков. А также делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!